Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим снова 5 миссий, которые вы проходили неверно. Опять же, перед началом данного ролика я хочу, чтобы вы вспомнили сейчас у себя в голове то, как вы последний раз проходили эти миссии GTA San Andreas, вспомните эти замечательные дни. И после окончания данного видеоролика вы задумаетесь потихонечку, что вы делали не так. После коротенькой рекламы мы с вами начинаем. Черт возьми, хватит страдать о своем старом сервере. Эй, стоп-стоп, расслабься, расслабься, я уже все решил, я уже все решил. Аризона? О боже, братан, держи краба, черт возьми. Эй, малышка, а сервер-то выбрал? Да черт его пойми, там 9 серверов, я не знаю, куда деться-то. Е-мое. Да погнали с нами на Ред Рок. Там мы с пацанами уже такую движуху мутим. Вели пармакод Хик и на 6-м левеле нам... 200 тысяч, представляешь, мать твою? 200 тысяч, ты не пожалеешь. Идем с нами. И весь у нас будет вот такой. Сколько бабла я получу? 200 тысяч, начнешься заново. Позабудешь про старый сервер. В натуре, чувак, пойдем, я тебе все покажу. Аризона Ред Рок, на 6-м левеле пармакод Хик. И первая миссия это Хайт Мун. В нашем русском оплое называется миссия Полдень. Для многих эта миссия запомнилась тем, что мы убиваем одного из главных антагонистов Эдди Поласки. Пересмотрев множество видеороликов на ютубе с прохождением данной миссии, я понял, что совершенное большинство проходит эту миссию неверно. Пытаются всячески обмануть эти Поласки, сбить его с дороги, проколоть ему шины, колеса. Даже если у вас это удастся сделать, все равно он в конце выйдет с деглом и прикончит вас. Ну, велика такая вероятность. Но все гораздо проще, чем вы думаете. После того, как миссия начинается, вы видите перед собой убегающего Поласки. Дело в том, что нужно его обогнать, повернуть машинку чуть-чуть влево. И с зажатой клавишей сигнала сесть в машину Поласки. Да, на удивление, она открыта, Поласки почему-то забывает ее закрыть, СиДжей вышвыривает Поласки, как и обычного НПС, и у Поласки случается сердечный приступ. Я реально не знаю, как объяснить подобный баг, но это работает и облегчает миссию, не знаю, на 100%. Вам реально ничего не стоит делать уже после этого. Пользуйтесь багом, а мы идем дальше. Грей Импорт. Миссия, в которой игроку следует убить босса русской мафии. Разумеется, чтобы до него добраться, вам нужно пройти еще через у его тучу охранников. И здесь умельцы пытаются обхитрить игру, используя свои навыки в прохождении, например, как вот здесь. Ладно, с первым, чтобы перебить кучу охранников, у вас не составит никакого труда. И с этим справится, наверное, каждый. Но дело в том, что как только игрок начинает подниматься в офис, где прячется босс русской мафии, он, опираясь на свой инстинкт выживания, начинает от нас убегать. И бежит он на улицу, где его также охраняют его люди. Даже если вы их всех перебьете, то он в конце-то концов сядет в свою комету, и вам еще придется потратить какое-то время на игру в догонялке. Но в самом-то деле ничего из перечисленного делать не нужно. А для идеального прохождения вам следует взять обычный байк. Благо на просторах Лос-Антоса их очень много. Садимся на байк, едем до миссии, и не слезая с него, выбиваем эту китайскую панельку. И нагло заезжаем на склад, минуя при этом всю перестрелку с русскими. И все, что нам остается, это просто задавить босса русской мафии. И как ни странно, после того, как он умрет, вместе с ним исчезают его люди. Магия ГТА Сан Андрес. Миссия пройдена, мы счастливы и особо даже не парились. Пловец-диверсант. Одна из немногих миссий, где вам диктуют проходить ее бесшумно. А-ля стелс в ГТА СА. И мало того, что данная миссия будет для вас последней, если вы не прокачаете объем легких. Ну да ладно, опустим этот большой нюанс. Итак, миссия от нас требует тишины. Учитывая то, что миссию можно начать только с 8 вечера и до 6 утра. Оказывается, нужно пробраться на корабль, который хорошо охраняется. Узи почему-то не может доверить это кому-то из его банды. И, разумеется, всю грозную работу придется делать Карлу. По прибытию на сам корабль, вам нужно установить жучок и тихо, как мышка, уйти оттуда. На самом деле, это все полный бред. И игра совершенно не учитывает вашу способность к умению пробираться скрытно и незаметно. Ей вообще наплевать, находитесь вы в воде или нет. Так и зачем оно все тогда нужно? Вы просто с помощью некоторых интересных залазов по камням избегаете постоянно погружения в воду. Тем самым игнорируя задачи самой миссии. И не мучаете себя долгим плаванием под водой и на воде. Теперь, когда мы зашли на берег, нам требуется лодка. Которая как раз-таки находится неподалеку. Садимся в нее и вообще не стесняемся подоплываем к кораблю, где нужно установить жучок. И, как видим, всем абсолютно напалевать. Можем смело гулять здесь, спинать говно, убивать триаду, установить жучок. И спокойно, без усилий, проходим эту миссию. Все ведь очень просто, блин. Камон. Деконстракшн или же деконструкция. Карл осматривается в гараже и наблюдает за работой. Неожиданно заходит Кэндалл, которая вне себя от злости рассказывает Карлу с Цезарем, что строители на площадке неподалеку выкрикивали неприятности в ее сторону. Цезарь решает пойти поговорить с ними, но у Карла другие планы. Он останавливает Цезаря и говорит, что пойдет сам. Так как он уже давным-давно задумывался о расширении территории. Ну вы поняли. Итак, цель миссии разрушить с помощью бульдозера вагончики рабочих, скатить кабину с прорабом в яму, сесть в бетонную мешалку и залить яму бетоном. Все. На самом деле, имея в руках РПГ, который остается с нами с предыдущих миссиях правды, вагончик можно уничтожить с помощью нее. А далее сесть в бетонную мешалку и разрушить сольное уже с ней, просто наезжая на них. Примечание. Необязательным является использовать бульдозер, как вы понимаете. А после того, как все вагончики уничтожены, паркуем бетонную мешалку напротив ямы, как показано на видео. А на саму туалетную кабинку устанавливаем три заряда С4. Отбегаем на безопасное расстояние и от чуда кабинка оказывается в яме. От нас же требуется просто сесть в бетонную мешалку и залить яму цементом. Эффектно, согласитесь, а? Тибун Мэднес. Карл прибывает в клуб Джизи, где в это время Джизи и Тибун Мэднес спорят о несправедливом, по мнению Джизи, распределением прибыли синдиката. Внезапно Тибун по телефону узнает, что какие-то неизвестные на мотоциклах ограбили фургон с товаром. Карл говорит, что он готов поехать и посмотреть, что там. Но прибыв на место, оказывается, что фургон уже разграблен, а четыре байкера, забрав товар, прыгают на мотоциклы и разъезжаются по всему Сан-Фьерро. В этом, собственно, и заключается своя сложность миссий, что нужно кататься по всему Сан-Фьерро и пытаться с помощью клавиши Ctrl забрать у байкеров товар. Но на самом деле все гораздо проще, чем вы думаете. Вам следует не доезжать до места, где происходит ограбление, а вместо этого уничтожить байкеров с помощью любой винтовки. И важно это сделать с этого холма и выстрелить точно в голову. Иначе сработает катсцена и байкеры уедут. Если вы все сделаете правильно после убийства трех байкеров в голову, игра вас телепортирует и вы без труда сможете забрать все оставшиеся пакеты. Ну а четвертый и последний байкер едет как раз в том же направлении, куда вам нужно отвезти весь товар. Так что с ним особо проблемы не возникнет. Вот такой интересный способ. А на этом все. Надеюсь я смог вас как-то удивить. И прохождение подобным способом миссии вы вообще не задумывались даже о таком, что так возможно сделать. Такая альтернатива все-таки есть. И вы будете активно применять свое прохождение для того, чтобы облегчить это самое же прохождение. А с вами был Хик. Подписывайтесь на канал, ставьте свои пальцы вверх, пишите комментарии, какие следующие миссии можно разобрать. Я обязательно учту это и сделаю следующий выпуск. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok